Доброе утро, друзья! Сегодня на завтрак у меня два холодных вчерашних блина, тёплое яйцо, овощи, ну и бананчик с чаем. Приятного аппетита мне! Неожиданно было увидеть блины на завтрак в эти холодные. Я, главное, сегодня утром шла завтракать и рассчитывала уже на то, что нужно переходить с двух бутербродов утром на один, потому что как-то слишком плотно я всё время наедаюсь. Знаете, вот это вот ощущение, что тебя кормят по расписанию и нужно до следующего раза продержаться, как бы у тебя мысленно забивает голову тем, что нужно поесть плотненько, чтобы, значит, да, хватило. А по сути, ну вот можно бананчик перекусить, сливы, у меня есть груша. И, в общем, я уже пытаюсь от этой мысли уйти и думаю, надо мне на завтрак и на ужин переходить на один бутербродик, наверное, ну плюс овощи там, то сё. Потому что, ну прям в конце я уже еле доедаю, уже очень плотно. И вот сегодня с этой мыслью я иду, думаю, сейчас я такая чуть-чуть поем буду, всё время налегке сегодня там всё. Прихожу, а там эти блины, а на блины я вообще никак не рассчитывала. Думала, просто бутеры поеду. В общем, решила от бутербродов совсем отказаться, взяла два блина. И потом мне удалось их погреть. Я попросила, мне их погрели в микроволновке. Ну нет, конечно. Вчерашние мои блины ещё и с начинкой греты, но они, ну так себе уже. Я уже второй доедала еле-еле, уже думала, нафига я их брала. Лучше бы я просто бутерброд бы с сыром съела. Сегодня какой-то у меня, точнее уже вчера вечером, крыщик до носа вскочил. Видите? Красавчик. Будет меня теперь везде сопровождать. Так, у меня теперь 15 минут есть и пойду к диетологу. Так, закончилась у нас тренировка по волкинг. Вон там моя вся компания, я в конце уже отбилась. В общем, тут по лесу небольшой кружочек прошли. Точнее, много маленьких. Дошли до туда и потом просто по кругу ходили, как заключённые. И это где-то 25-30 минут длилось. Я думаю, что я прошла в целом километра два с половиной. Ну, если учесть, то мы до туда ещё дошли. Ну, в принципе, нормально, зато прогулялась. Вот, сказали, что если вы чувствуете себя хорошо, темп хороший и всё, то можно, простите доктора, записаться на продвинутый уровень. Там они идут большим кругом, больший километраж, темп ядрёнее. В общем, есть опции. Так, что у меня на обед? А у меня колбаска с картофельным салатом. И ещё салат и груша. Написано, что без сахара. Шикарно. Приятного аппетита, Татьяна. Так, я пришла с обеда. Кроватку мою перестелили. Слушайте, настал тот момент, когда уже в комнате жарко от солнца. Но у меня тут солнце довольно недолго. Оно потом уходит, слава богу. Ну вот, да. Вот два окна у меня, видите, наверх открыто. Но всё равно нагревается прилично. Так вот, про мою беседу сегодня с диетологом. Спросила, вот неделя прошла, как вам тут, что? Всё ли нормально, как питание? Ну я ей сказала, всё бы ничего. Ну что я скажу? Я ж не скажу им борщи варить. Да, наши эти местные блюда готовить, да? В целом-то нормальная немецкая кухня. Что? Я ей сказала, это о своих пожеланиях, что я хочу омлет или яичницу на завтрак. Я говорю, я не думала, что мне так трудно будет всё время есть утром и вечером только бутерброды. Я говорю, мне бы хотя бы иногда хотелось бы яйца, жареные, не знаю, омлет. Она говорит, ну у нас иногда есть. Я говорю, да, пару раз в неделю варёные, но это как бы, да, не о чём. В общем, они записали мои пожелания. Ой, завалюсь на бочок. Они записали мои пожелания. Там сидела два диетолога. Вторая сказала, да, у моего пациента тоже было такое желание. Так что, скорее всего, вам в одинаковый день, мол, и приготовят. Она сказала, что я не обещаю, что это будет каждый день, но иногда, да, записала номер столика. Наверное, лично мне будут, ну, приготовят и поставят там, что-то я приду, уже будет омлет стоять. Ну, как бы мне это знать заранее, чтобы я не успела набрать до этого уже бутербродов, колбасы и так далее. Ну, в общем, как-то так. А другие в пролёте, кто не сказал. А сегодня я сижу сейчас на обед, обернулась за соседним столиком. Там почему-то никто ещё не пришёл до сих пор, но ещё есть время, может быть, придут. И у них, ну, вот обычная порция там накрытая, не знаю, что из трёх вариантов. И стоит пироженка. Одна, правда. Одна пироженка на весь стол. То есть кто-то один тоже не поскромничал и сказал, что хочет пироженку, что ли. А что, так можно было? Ну, либо, может, день рождения, может, честь праздника дают, не знаю. Ну, вот мои наблюдения, что кому-то досталась пироженка. Ну, ладно, мне на пользу, что её нету. Что ещё хочу сказать? Просочилась информация, что у нас здесь реабилитируется какой-то известный художник. Как они выразились? Мировой известный или как-то так? Ну, короче, не немецкий именно известный, не по Германии только, в какой-то узкой местности маленькой, да? А именно прям вот известный, понимаете, да? И сиди, значит, моя соседка перечисляет. Ну, Дали умер, там тот-то умер, этот умер. Интересно, кого они имеют в виду? Ну, мы так оглянулись, мы, конечно, не знаем, кто это. Не знаю, факт. Я на сегодня свободна, осталось только на ужин сходить. На завтра странно, ещё нету расписания. Обычно в это время всегда уже есть. Не знают, наверное, чем меня занять. А я решила, знаете, что первый раз прогуляться туда, где Лидл, в другую совсем сторону, а не куда я обычно хожу, в Алди. Получается, Алди, с одной стороны, въезда в город, наверное, так получается, а Лидл в другой стороне, на одной и той же улице. И вот я хочу пойти туда, где Лидл. Там есть Росман. Не знаю, ещё какие-то магазины, ну, такие. Не очень. Тако, по-моему, или как-то так называется. Вот я хочу в Росман. Думаю, может, куплю Зильбер шампунь. Ну, этот вот серебряный шампунь, да, который оттенок даёт осветлённым волосам и седым. Ладно, решила. Пока не буду. Хотя, есть такая мысль посмотреть краску для пёрышек и накидать самой. Потому что мне уже не раз писали в комментариях, что во время короны вы научились делать сами аккуратно и хорошо. Я подумала, почему нет, может, мне тоже к этому прийти всё-таки. В общем, моя рука к чему-то тянется. Сейчас пойду в Росман и там чисто по ситуации буду действовать. Вот я такой человек, знаете, я не люблю делать термины там. Вот даже раньше на маникюр, парикмахерскую, ещё куда-то. Мне нравится спонтанно. Вот резко захотела, и пока не передумала, мне нужно идти и сделать. Потому что на утро может отпустить. Я дошла. 25, где-то 30 минут песком было. Росман, пиццерия, какой-то обувной здесь и тако. Ну и дальше, соответственно, Лидл. Так. Не знаю, идти мне сразу в Росман. Или здесь ещё по... Мне где-то час-полтора. Вполне достаточно. Ну, до ужина, я имею в виду. Вот, кстати, зря они эти тапки выставили на улице. Они на жаре уменьшаются в размерах. Мы когда на террасе оставляем, я уже это не раз заметила. Смотрите, в Росмане что я нашла. Матрёшка. На новый лад. То ли я редко в Росмане бываю, в основном в ДМ. То ли здесь просто филиал хороший, большой. Но здесь прям выбор такой всего интересный. Жалко, туши мои любимые нет. Кто-нибудь знает тушь, которая снимается вот так вот чулочками, которые можно водой смыть? Если да, то напишите, какая. Интересно будет купить. Вот этой вот фирмы была вот похожий тюбик. Мне очень нравилось, но их всё, больше нету. Вот именно она не отпечаталась, и она водой смывалась такими вот, поняли вы, трубочками, да? Я бы с удовольствием повторила. Да нету больше. Вот, гель для бровей мне нужного было ещё. Мне кажется, они обновили эти тюбики. У меня по-другому выглядит. Надеюсь, это такой же. Таких же, во всяком случае, уже нету, как я беру. Вот то, что. Вот и для губ. Давненько я красками не интересовалась. Судик, помните, вот такое красилось? Это классная краска для тех, кто хочет красные. Из всех, что я пробовала, это самое интересное у меня получалось. Есть, смотрите, вот такая тонировочка. Может быть, лучше такую взять. Понятно, что корни не возьмёт, только там для осветлённая. Что ещё есть? Вот такая вот краска какая-то. Прям не знаю. Сжечь тоже не хочется, знаете? Или нет, или вот такая мне очень нравилась. Вот я не помню, одна из двух. Нет, наверное, вот эта всё-таки. Так, смотрим дальше, дальше. Вот, например, да, сразу предлагают пряди не делать. Ой, может там шапочка есть? Да, там, скорее всего, она есть. Видите, вон на картинке. Даже не знаю, стоит, не стоит. Так, ладно, это один вариант. Это какой-то спрей осветляющий. Смотрите, что-то новенькое нашла. Целое ведро. О, не, оно лёгкое. Там просто всё сложено. Эта упаковка такая. Это краска. Дальше. Что нам ещё подходит? Вот, да? Нет? Для чего тут щёточка? Ну, нет, это что-то не то. Тихо говорю. Во меня плохо слышно. Ну, и что, и всё, что ли? Как-то что-то конкретное для прядок больше нету. Ладно, буду искать. Не могу сосредоточиться. Смотри, а можно самим сделать кератиновое выпрямление. Держится до 12 недель. Кто-нибудь пробовал сам? Смотрите. Мои слегка волнистые, будут почти прямые. Инструкция стоит такая 15 евро. Помыл, расчесал, нанёс, высушил и утюжком прошёлся. Потом снова помыл, высушил, готово. Так всё просто выглядит. А есть ещё вот такой вариант. Но это одна и та же фирма, по-моему, нет? Тут котива, тут котива. По такому же принципу. Ладно, это я сейчас точно не буду. Ну, пипец, короче, купила я шампунь фиолетовый, потом покажу, какой. И краска для прязи. Даже не знаю, решусь я или нет. Ну, а чё нет-то, правда? Потом опять пойду к парикмахерам, чтобы всё исправляли. Свет какой-то. О, вот так хорошо, да? Ну, к сожалению, я иду в другую сторону. Так что, девчонки, вечером будем краситься. Может, завтра. Не знаю. Вчера вам зайцев и белочек показывала, сегодня кота, смотрите, в том же парке. Ты тоже тут местный? Эй, кис-кис! Кис-кис-кис-кис! Может, немецкие коты на кис-кис не откликаются? Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис! Я здесь! Ну, ладно. Он тоже на реабилитации не хочет, чтобы я к нему приставала, наверное. Котик! Котик! Кис-кис-кис-кис-кис-кис! Ну, ладно. Пришла в парк, забыла совсем. Тут же сегодня концерт. Пойдём посмотрим, что поют, играют сегодня. Сегодня, кстати, поприятнее музыка. Не так орут, как в прошлый раз. У людей больше гораздо, смотрите. Наверное, звезда какая-то приехала. Смотрите, полный парк. Вот это поворот. Все, наверное, с нашей больнички. Что-то фальшивят, вам не кажутся. Смотрите, лучше компания фальшивов. Ну, посмотрите, уже стало темнеть. И как цветы светятся. И даже камера так классно не передаёт. Вы себе не представляете, как это здорово смотрится вживую. Конечно, скоро ещё потемнеет больше. И будет ещё лучше светиться. Но уже будет страшно, я отсюда уйду. Видите, целая поляна вот такая. Вон там суперклассно. Так, я уже вернулась. Покажу вам, какую я краску вот такую вот взяла. Ну, вы поняли, там других вариантов и не было. Можно было просто блонд брать. Просто тут и шапочка есть, и крючок. А без шапочки... Ну, короче. Решила пойти лёгким путём. Наверное. Ай-яй-яй. Купила голубику в Ридле на вечер. И вот такой вот шампунь я выбрала. Почему такой, не спрашивайте. Просто я таким никогда не пользовалась. Чисто эксперимента ради. Для блондированных белых или платиновых цветов, да, волос? Ну, посмотрим. Сегодня мне принесли... Не принесли, в ящичек. Там забросили вот такую бумаженца, где мне назначили термин в понедельник. Ой, камера, что ли, заляпанная. Вроде чистила. Вот так лучше. Где назначили термин в понедельник по поводу того, насколько... В общем, будет разговор, насколько я довольна всем, да? Надо будет подготовиться. Ну, я, знаете, такая размышляю, и вроде так особо и докопаться не до чего. Не знаю, может, я просто такая неприхотливая. Вроде как и довольна. Так, и вот это вот мое на завтра расписание. Смотрите. Ну, такое лучше, чем сегодня, но хуже, чем позавтра... Точнее, вчера. Ингаляция, завтрак, расслабляющая тренировка. Потом будут рассказывать, как питаться, когда у тебя рак, да? Вот всем, кто мне дает советы по поводу питания и удивляется, что я ем все подряд, завтра я послушаю и все вам расскажу, что пойму и запомню, конечно же. Обед. Потом фус-пфат. Эргонометр тренинг. Не могу все время выговорить это слово. Это на велосипеде. И мануальный лимфодренаж. Ну-ка. Та же будет женщина делать, что и вчера? Подожди-ка. А где мой лимфодренаж? Здесь же был. Нет, не здесь. Позавчера. Где-где-где? Да. Нет, другая. Тут была фрау Биттер, а тут какая-то фрау Хенхель. Вот. Кстати, вот эта вот фрау Сильке. Она тут у нас весь среди мужчин. Она очень молодая. Я не знаю, сколько-то. Наверное, 20 с чем-то ей лет. Я думаю, ей 30-ти нету. В очень хорошей спортивной форме. И сейчас как жарко, знаете, она в такой-то маечке с вырезом, в шортиках таких спортивненьких. И вот она... Ну, я только один раз к ней попадала. Она вела один раз... Другая женщина у меня была, а один раз мне всего два раза было. Вот эту тренировку, где плечо, рука, ну, в общем, гимнастику вот эту. И вот мои напарники за столиком мужского пола. Одному 75, второй. Ну, я не знаю, она около 60, не меньше. Постоянно ее обсуждают. Это их любимый работник здесь. Я не очень переживаю, что она с понедельника уходит в отпуск. А я как бы понимаю, о ком они. Я говорю, это вы той, которая тренировку ведет? Ну да, да. Она тут самая красивая из всего персонала. Я смотрю, когда разговариваю, у них прям глазки горят. Все, короче, рискнем. Проблема в том, что я не хочу все разводить, потому что я хочу чуть-чуть попробовать для начала. А как-то на глаз получается, тогда не знаю. В общем, сейчас я это все размешаю. Одену шапочку и буду вытягивать. Блин, Татьяна, надеюсь, лысли не останешься. Я просто помню, когда-то давно мама рассказывала, что у них одна женщина на работе все время красилась в блонд. Сама ходила все время блондинкой много-много лет. И вот однажды она покрасилась, смывалась их вместе с волосами, все смыла, сожгла волосы. И было как цыпленок, знаете, такой пушок на голове. И я очень впечатлицельная. Поэтому вот я говорю, в любой другой цвет дома покраситься без проблем. Темный, там, красный, еще какой-то. А осветлителя я, честно сказать, боюсь. Прям не белой краски, а вот такого прям вот осветлителя с порошком. Ну вот, выглядит вроде ничего. Так, видите, да, результат до. Скоро увидите после, офигеете. Скажете, блин, Татьяна, да ты молодец. Надеюсь, не испачкаюсь по костюмчику. Так, шапочка. О-о-о. Даже с козырьком, смотрите. Можно под дождем ходить. Так, крючок. Крючок забыла, что ли, взять? Все. Была, не была. Пожелайте мне удачи. Надо в дырку как-то еще поклость. О-о-о. Главное, не увлекаться. Я чуть-чуть хотела. Вот. Вот тут слишком-то вот чуть-чуть. Ой. Я, знаете, чего боюсь? Что будет вот этих вот... Не хочу, чтобы были резкие границы. Блин, это что за порнография? Где там крючок? Как он работает? Поэтому не спрашивайте, почему я сама себе фольгой не делаю, да? Потому что мне даже вот это не так легко дается, как вы видите. Блин, а что они такие тоненькие? Я как-то чуть посерьезнее хотела. А, надо в зеркало смотреть, а не в камеру. Тогда легче. Я ее передумала. Я, наверное, с шапочкой не хочу. Какие-то они ужасные получаются там. Не пойми, что. Я просто рукой чирикну там немножечко, как вы думаете? Смотри, показываю без краски. Я возьму прядочку. Тоненькую. И вот так вот, чуть-чуть вот так вот досюда сделаю. Вот так вот. Хоп-хоп-хоп. Как думаете? Бляху. По типу. Вот так вот, чуть-чуть понимаете? Чтоб как выгорело. Где-то там. Местами чуть-чуть. Для начала. Не, что-то слишком чуть-чуть. Так. Ну, в таком духе. Делаю где-то. Сошлась на том, что удобнее просто руками. Без всяких кисточек. Так вот на макушке я не очень вижу, что творится. Мне кажется, я краски за много развела, либо за мало намазываю. Ну, блин, боюсь много. Что-моё, хватит для первого раза. И вот там еще с макушки доставьте одну прядочку. Не знаю, короче. Все. На сегодня окончено. Если понравится, повторю через неделю. Благо краски еще достаточно. Ой, блин. Уже да, немножечко светлеет. Вот здесь вот. А с этой стороны, кстати, не особо. Хм. Что будет? Так, посижу, пока попью чай и попереживаю. Там советовалось от 25 минут до 45 держать. В зависимости от интенсивности, которую вы хотите. Я не знаю, какую я интенсивность хочу. Ну, вот подержу где-то полчасика. Здесь чуть-чуть замотать пыталась. Заколки никакой нет. Чтобы бровь не закрасилась от ряде светлых. Думаю, может быть, задней недостаточно. Но я там не вижу ничего. Ну, в общем, для первого раза, как говорится, первую блинкому. Вот здесь мне, в принципе, уже нравится, как получается. Может быть, может быть, чуть-чуть чаще и чуть-чуть тоньше. А вот здесь не поймите чего, да, с этой стороны. Ну, ладно. Кстати, в упаковке еще был пигмент фиолетовый. Вот. После того, как покрасишь его, нужно использовать. Ну, что-то пока не могу найти, как его использовать. В общем, что я вам скажу. Через 25 минут я посмотрела в зеркало и труханула. Решила, что сильно уже светло. И пошла быстрее смывать. А вот и зря. Потому что нифига не сильно светло. А теперь желтые такие. Ну, видите, недокрашенные, как будто бы по цвету пятна. Понимаете, о чем я, да? Нужно подержать еще минут 10. Ну, немножечко пляшивенько получилось. Первый блин, как говорится, комом. Но теперь зато не страшно. Может быть, надо было все-таки через шапочку. Не знаю. В общем, через время попробую еще раз. Ну, на самом деле, хоть и пляшивенько, но ненамного пляшивее, чем последний раз после парикмахерской. Помните, когда здесь в Германии была? Кто не помнит, советую посмотреть. Там было так же пляшивенько, только задорого. Зато барьер преодолела, и теперь не страшно. Буду еще пробовать. Хотя бы несколько раз попробую. Ну, если совсем решу, что не мое. Ну, значит, не мое. Напишите, какие у меня ошибки были. Я считаю, что я мало намазюкала. Надо было поплотнее красить, да? Потому что я испугалась, что там сильно все плохо будет. Ну, и мало подержала. Ну, знаете, я вообще не вижу, чтобы получилось. Все, друзья. Буду прощаться с вами до завтра. В общем, полюбовались вновь. Но, кстати, если делать мою вот такую вот прическу, то уже выглядит лучше. Уже вот эта вот игра цвета получается. В общем, все такое. Все, всех обнимаю, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok